Очередная выпуск новостей на Хабар-24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном данном участке. Депутат Гусаргулова, судно-перевод, обеспечивает Виктория Антонежна. Полноценно запустить национальную платежную систему уже в следующем году поручил сегодня президент Национальному банку. Особое внимание поручено уделить вопросу международного финансового сотрудничества с банками третьих стран. Задача – обеспечить достаточное кредитование бизнеса. Глава государства провел совещание с руководством финрегуляторов, в ходе которого представил нового председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Глава Жанна Перматова, по сути, Марту Хаев поблагодарил за проделанную работу. В текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе. Поэтому важно найти золотую середину в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны. И сегодня же Хасмужа Мартукаев поручил принять комплекс законодательных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев. На заседании Совета безопасности глава государства отметил, в последние годы ситуация приобретает все более широкие масштабы. А для некоторых семей это и вовсе стало большой трагедией. Президент также подчеркнул, в борьбе с плодоманией особое внимание следует уделить воспитательным и разъяснительным мерам, поскольку в группу риска входит молодежь. Также президент указал на необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере горного бизнеса. Товарооборот между Казахстаном и китайской провинцией Шаньдунь превысил миллиард долларов с начала года. Такие данные сегодня на бизнес-форуме озвучил заместитель премьер-министра Серег Жмонгарин. Он отметил, сейчас есть потенциал по наращиванию казахстанского экспорта по 170 наименованиям товаров. При этом ключевой сферой выступает агропромышленный комплекс нашей страны. Казахстанские товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, Европейском Союзе, на Ближнем Востоке. Экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай за прошлый год вырос в 2,5 раза и составил 548 миллионов долларов в США. Очень большой интерес по сельскому хозяйству. Шаньдунь – это одна из ведущих, наверное, ведущая провинция по технологиям в сельском хозяйстве. И они готовы именно передавать свои технологии. Для нас это очень полезно. И мы 2-3 недели назад были в Академии наук, в филиале Шаньдунь. Но там, конечно, колоссальные у них достижения. И они готовы ими делиться. Здесь же стороны подписали ряд соглашений по сотрудничеству. Они коснулись в том числе таких сфер, как сельское хозяйство, логистика и спорт. Наш визит в Казахстан – это конкретный шаг для реализации важных соглашений между главами двух стран. Большой потенциал существует для расширения сотрудничества в сферах преобразования сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры. В Казахстане появится экспертный совет по экономике. Главная задача нового органа – анализ финансовой политики страны. Предложения и рекомендации члены совета будут направлять президенту и правительству. Об этом сообщили на встрече в Институте стратегических исследований. Рауль Габитов расскажет подробнее. В новом послании президент в основном говорил об экономике, но не обошлось и без вопросов, затрагивающих деятельность госаппарата. В частности, Касмжумар Токаев упомянул о необходимости наделить правительство рычагами самостоятельного управления, без согласований с администрацией президента. Это позволит министерствам более оперативно принимать решения и вести свою независимую кадровую политику. Как считают эксперты, для больших реформ в первую очередь нужна хорошая команда и слаженность действий внутри системы госуправления. Я, как и вы, надеюсь, что все эти инициативы будут реализованы. Но насколько действительно это будет реализовано, я думаю, мы сможем понять в ближайшие 3-4 месяца. Потому что в ближайшие 3-4 месяца будет подготовка, изменение вот этих правил. У нас должно за это время измениться стратегическое планирование, бюджетное планирование. Если все это реализуется, надеюсь, тогда будет высокая уверенность, что все это будет реализовано. Для успешного проведения реформ в порядок нужно привести систему государственного планирования. Ее, как заявил Касмжумар Токаев, необходимо сделать компактной и гибкой. Эксперты с этим согласны, так как текущая экономическая обстановка в мире требует адаптивного подхода к планированию. Система государственного планирования является базисом для дальнейшей качественной и эффективной реализации всех поручений президента. В дальнейшем все эти поручения именно через систему планирования формируют все эти программы, эти все показатели, задачи поручения, как они связаны другими документами, как обеспечены они финансовым ресурсом. Поэтому эта тема не случайна, она основная. По итогам встречи участники приняли решение создать экспертный совет по вопросам экономики. Это, по их словам, важный шаг в развитии стратегического планирования Казахстана. Результаты работы этого совета в будущем могут оказать значительное влияние на всестороннее развитие нашей страны. Рауль Габитов, Мурат Арибханов, Хабар-24. О событиях в мире. США не будут полностью прекращать поставки своих полупроводников в Китай. Речь идет только о наиболее продвинутых чипах. Об этом заявила министр торговли страны. Тем временем КНР продолжает развивать производство. Зауреж Думанклза расскажет подробнее. Зауреж приветствует. Так чего же боится так Пашингтон? Добрый вечер, Батаго. Ситуация, так сказать, двоякая. Во-первых, в Штатах, которые, отмечу, в прошлом году еще ввели ограничения на ввоз чипов в Китай, боятся, что армия Китая может обойти их армию по военной мощи. А во-вторых, для этого могут быть использованы американские технологии, включая чипы. В ответ на введение Соединенными Штатами ограничений на ввоз чипов и полупроводников в Китай в прошлом году в Поднебесной массово развивают их изготовление. В КНР представили новую микросхему, позволяющую менять бараметры для технологии 5G. Это сократит затраты и обеспечит возможности для продвижения. Это первый чип отечественного производства, который можно использовать для различных типов базовых станций 5G. Например, облачных или компактных. Микросхема своего рода посредник между радиоволнами и цифровыми сигналами. В будущем, надеюсь, появится больше чипов, которые позволят восполнить имеющиеся у нас пробелы. Полупроводники стали еще одним полем битвы между Вашингтоном и Пекином. В прошлом году Белый дом ограничил экспорт микросхем в КНР. Эксперты такие действия объясняют желанием США оставаться лидером на рынке высоких технологий. Недавно газета Financial Times также написала о возможном расширении санкций. На этом фоне китайские компании массово скупают чипы американского производства NVIDIA. Сумма заказов достигла 5 миллиардов долларов. Ответ КНР, к слову, не заставил себя ждать. Пекин ограничил поставки Галия и Германия металлов, используемых для изготовления микросхем. В МИД страны заявили, что так защищают свои национальные интересы. Осуществление Китаем экспортного контроля является разумным и целесообразным с целью обеспечения национальной безопасности и лучшего выполнения своих международных обязательств. Министерство скорректирует список контроля товаров двойного назначения в соответствии с положениями закона. В КНР также приобретают оборудование для выпуска чипов. Сумма составляет 5 миллиардов долларов. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Еще год назад Конгресс США принял закон о чипах и науке. Для увеличения внутреннего производства микросхем в сектор направили порядка 280 миллиардов долларов. Кроме того, занимающиеся этим завозы частично освободили от налоговых выплат сроком на 4 года. По мнению аналитиков, Вашингтон намерен расширить и локализовать производство полупроводников, чтобы уменьшить свою зависимость от других государств и, конечно, повысить безопасность. Во время пандемии мы не могли получить доступ к полупроводникам, потому что заводы, производившие их за рубежом, были закрыты. Мы все знаем, что полупроводники – это маленькие компьютерные чипы, которые повсеместно присутствуют в нашей жизни. Сами американские эксперты уверены, что в приоритете у США должны быть денежные вложения в технологический сектор. И меньше всего стоит полагаться на введение санкций против Китая. В Китае очень большое число квалифицированных специалистов. Там выпускают больше инженеров, чем во всем остальном мире вместе взятом. Таким образом, китайская полупроводниковая промышленность и другие отрасли, которые долгое время не развивались, набирают обороты. К новым вызовам у них адаптируются гораздо быстрее, чем все ожидали. Как быстро это происходит. Создание с помощью чипов нового вида оружия. Поэтому всеми силами пытается помешать этому случиться. По мнению же экспертов области, насколько бы в технологическом плане далеко не ушел Китай, создать что-то подобное там пока не в силах. Вот и гос, у меня на этом все. Спасибо, Завреж. Прям по полочкам все разложила. Все теперь стало понятно. Я напомню, о событиях в мире рассказал наш международный обозреватель Завреж Думанкоза. Продолжаем выпуск. Казахстанка и ее двухлетняя дочь погибли в ДТП в Турецкой Аланье. Супруг женщины находится в реанимации. Сын 2014 года рождения также сейчас в больнице, но его здоровью ничего не угрожает, сообщили в казахстанском МИДе. Напомню, авария произошла вечером 3 сентября на трассе. Автомобиль с сафари врезался в легковушку, которая двигалась в том же направлении. В результате машина с туристами перевернулась и выехала на встречную полосу. От полученных травм скончалась также туристка из России. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас посольство Казахстана в Турции занимается организацией транспортировки на родину тел погибших наших соотечественников. В Казахстане будет доставлено и тело 18 лет. Летнего казахстанца, погибшего в Таиланде. Ранее сообщалось, что казахстанский блогер, несколько месяцев проживавший в Королевстве, пропал без вести на острове Пхукет. Через два дня тело молодого человека обнаружили спасатели в море. Строительство нового пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы возможно завершится раньше срока, к началу следующего летнего туристического сезона. Об этом сегодня сообщил руководитель турецкой компании, управляющей аэропортом. Последнее время проблемы крупнейшей в Казахстане воздушной гавани постоянно находятся в центре внимания общественности. Подробности у нашего корреспондента Григория Беденко. Продолжение следует... Это вызывает крайнее возмущение алматинцев, которые выражают его в социальных сетях. Депутаты городского Маслехата утверждают, что на их аккаунты поступает большое количество жалоб. По этой причине сегодня они провели встречу с руководством аэропорта. Мы сегодня услышали много ответов на вопросы. Первый вопрос касался парковки. Президент аэропорта и его коллеги сообщили, что 11 сентября введут новую парковку, которая ранее принадлежала Южному ВИПу или относилась к Южному ВИПу на вылет. В ближайшее время будет введена парковка, которая рядом с аэропортом после окончания строительства. И как мы уже здесь видим, что здесь запущен пандус. Но очень важный вопрос информирования граждан о том, что пандус заработал. Можно заезжать на второй этаж, где можно высадить пассажиров и уже спокойно уезжать с аэропорта. В управляющей компании утверждает, что делают все возможное, чтобы улучшить эргономику и логистику аэропорта, пока не построен новый терминал. В ближайшее время в новое здание передислоцируют ВИП-зону. Рабочего пространства станет больше, так же, как и места для стоянки автомобилей. Откроется новая парковка, где к концу октября смогут одновременно разместиться 250 машин. По плану открытия нового терминала у нас ожидалось в августе 2024 года. Сейчас объект завершен на 70%. Но так как у нас произошел резкий рост пассажиропотока, мы делаем все для того, чтобы наша компания-подрядчик закончила строительство чуть раньше, к началу летнего периода 2024 года. Когда будет запущен новый терминал, он будет использоваться только для международных рейсов. Старый терминал будет реконструирован под местные рейсы. Депутаты Маслихата высказали и свои пожелания по дальнейшей реконструкции аэропорта. Решение требует наболевший вопрос частного извоза. Сегодня в аэропорту работает только одна таксомоторная компания. В идеале их должно быть 2-3. Эти компании должны оказывать услуги по фиксированным тарифам. Это поможет избежать, к примеру, контактов прибывающих иностранных граждан с нечестными таксистами. Еще один вопрос – это работа на территории воздушной гавани объектов общепита и торговли. Необходимо, чтобы они продавали свои продукции и услуги не по завышенным ценам, как сейчас, а по общегородским. Григорий Беденко, Кинжи Амраев, Алматы, Хабар, 24. В Магасталовской области сегодня дали старт строительству опреснительного завода. Мощность будущего предприятия – 50 тысяч кубометров в сутки. Предполагается, что это решит проблему женаузения с питьевой водой. Проект финансирует нацкомпания «Казмной газ». На это выделено 113 миллиардов тенге. Половина этой суммы пойдет на строительство самого объекта, вторая – на водопровод от завода до женаузения. Питьевая вода в женаузен поступает по водоводу «Астрахань-Мангашлак». Это единственный централизованный источник для потребителей целого ряда населенных пунктов от Ираусской и Мангастаусской областей. Поэтому строительство завода позволит полностью обеспечить женаузен питьевой водой. Президент неоднократно говорил о важности этого проекта. Он состоит из двух этапов. Первый – это строительство инфраструктуры. То есть отсюда проложим водопровод до города женаузен. Для его обслуживания мы будем привлекать местные сервисные компании. Мы уверены, что в первом полугодии 2025 года завод выйдет на свои проектируемые показатели. Опреснительный завод создаст сотни новых рабочих мест. Во время строительства трудоустроят больше 240 человек и более 100 в период эксплуатации предприятия. Проект окажет мультипликативный эффект на развитие туризма, предпринимательства и сельского хозяйства. Работы планируют завершить к концу следующего года. Завод дополнительно предоставит 50 тысяч кубометров воды в сутки. Новые предприятия обеспечат питьевой водой город женаузен и другие населенные пункты, дополняя водоснабжение из водопровода Астрахань-Мангышлак. Наконец-то решится вопрос с питьевой водой. 10 лет мы ждали этого момента. Это большой и очень важный проект для женаузенцев. Ранее национальная компания «Казмонэгаз» уже запустила оплеснительный завод на месторождении Каражанбас. Кроме того, сейчас идет реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. Замена двух участков позволит увеличить его пропускную способность до 170 тысяч кубометров в сутки. Тамара Степанова, Ренаду Салейк, Мангостауская область, Хабар-24. Из железнодорожника в овощеводы. Житель одного из сел Карагандинской области, круто поменяв сферу деятельности, стал обеспечивать огурцами сразу несколько населенных пунктов. А еще бывший путеец занимается кожевенным производством. И говорит, что никогда не поздно начинать все с нуля. Марина Золотарева расскажет подробности. На железной дороге Айдар Айкенбаев проработал почти 40 лет. Поменять кардинальную профессию пришлось по состоянию здоровья. Для начала сельчанин составил бизнес-проект и выиграл грант, который дал толчок до открытия нового дела. Сегодня он собирает в теплице до 100 килограммов огурцов в день. Организовал службу доставки овощей в соседние села. Овощеводство стало нашим семейным делом. Огурцами обеспечиваем жители Киикта, Моинта, Босага и поселка Агадыр. Для себя я четко понял, что нет ничего невозможного. Было бы желание. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Айкенбаевы развивают и кожевенное производство. Глава семьи владеет старинной техникой дубления кожи. Это искусство передалось ему от отца. Сегодня кожевенное ремесло осваивают его сыновья. Работать с кожей меня учил отец. Можно сказать, с детства. Он всегда говорил, что это наше семейное дело. Изготавливаем снаряжение для лошадей. Если знаешь секреты, большой сложности нет. Останавливаться на достигнутом Айдар Айкенбаев не собирается. Сельский предприниматель планирует открыть кожевенный цех и теплицу. Теперь уже для выращивания томатов. При повышении конкурентоспособности аграрной отрасли необходимы инновационные центры в регионах, считают Казлардинские ученые. По их словам, даже несмотря на сложные климатические условия и дефицит поливной воды, можно в разы увеличить урожайность органических культур. Но этому мешает нехватка площадок для проведения селекционной работы. Большие научные центры расположены в Астане и Алматы. Это создает дополнительные преграды для исследовательских институтов, которые находятся на периферии. Чтобы заниматься молекулярной селекцией, я вынужден постоянно ездить в Алматы. Поэтому необходимо развивать агроинновации на местах, помогать им с финансированием. Нам нужны новые лаборатории, чтобы сократить срок селекционных исследований до 4-5 лет. Также это позволит привлечь молодых ученых, наладить связи с иностранными коллегами. Еще одно мнение. В регионах Казахстана нужно организовывать инновационные группы, которые будут поддерживать и помогать ученым, считает директор департамента фонда науки Курмангаза Уомаров. Говорит, в некоторых областях пока не созданы необходимые условия для реализации потенциала научных сотрудников. К тому же не все бизнесмены готовы сотрудничать с учеными. В настоящее время в рамках деятельности фонда науки мы осуществляем определенные виды деятельности, направленных именно на интеграцию науки и бизнеса. В первую очередь мы создали клуб бизнес-партнеров фонда науки, куда мы активно привлекаем представителей бизнеса, открытых к инновациям и готовых сотрудничать на взаимовыдных условиях с нашими отечественными учеными. Также в своем послании наш президент обозначил о необходимости увеличения доли финансирования инновационных проектов со стороны венчурных инвестиций, что предполагает оказание комфортных условий для развития частных инвесторов. Другим темам. До 40 тысяч первоклассников приняли 1 сентября школы Алматинской области. В регионе в этом году построили, открыли 9 новых учебных заведений. Построены они в 6 районах, где дети учились в 3 смены. Как сейчас обстоят дела, выяснял Вячеслав Итлугин. В Ильейском районе на юге Алматинской области в этом году самый настоящий учебный бум. 7 тысяч первоклассников. Демографическому вызову местные власти постарались дать достойный ответ. Новая школа в поселке Буралдай на полторы тысячи мест. Она решила проблему трехсменного обучения. В новой школе мне очень понравилось. Спорт-зал большой, учебные классы просторные. В таких условиях мы не учились. Учиться с комфортом в новых селах с оснащенными техническими классами будут и в соседних селах Коккайнар и Нургисат-Линдиев. В Кунаеве уже с городским размахом построили школу-лицей. Причем 80% учащихся в принципе многонационального района выбрали государственный язык обучения. 340 тысяч детей наши школы приняли в новом учебном году. 38 тысяч первоклассников выбрали государственный язык обучения. И это очень радует. Причем дети сами изъявили желание посещать казахские классы. С июня прошлого года, когда Кунаев стал административным центром Алматинской области, сменился вектор трудовой миграции. Снизился отток населения. И как следствие увеличилась наполняемость школ. Поэтому в ближайшие годы решено построить как минимум два новых объекта образования. Вячеслав Витлугин, Алмаз-Садуакас, Айад Дусимбаев, Манжол-Желкешев, Кунаев, Хабар-24. А в Караганде открыли современное общежитие для будущих медиков. Оно рассчитано на 400 мест. Здание построено по международным стандартам. В нем есть мультимедийный кабинет, спортивные и танцевальные залы. Это уже седьмое общежитие медицинского университета. В этом году в ВУЗ поступили порядка 2000 студентов. Почти половина из них – жители других регионов. Всего в Карагандинской области действует 8 ВУЗов. В их распоряжении 29 общежитий, рассчитанных на 10 тысяч мест. Все комнаты двухместные, очень удобные для студентов. Есть залы, где могут студенты отдыхать, для отдыха, зоны релакса. Есть большие сцены, где они могут репетировать какие-то постановки художественные, творческие. В настоящий момент идет активная процедура заселения, как первокурсников, так и старшекурсников. Уже через пару дней в стране стартует байги-марафон «Ладала Жорога». Участие в нем примут 20 команд со всей страны. Накануне они направились в столицу. В их числе спортсмены и заводчики из Улутау со своими скакунами. Сильнейших скакунов своего региона представляет команда «Улутау Кокжалдара». Ну а чтобы они успешно прошли байги-марафон, Аксакалы дали свое благословение. Бата. А ремесленники снабдили их владельцев лучшими сбруями и седлами. Марафон требует от садника и его скакуна большой выносливости. Это длинный забег, очень сложное испытание. Пусть их путь будет легким и светлым. Ноги коней будут крепкими, а подготовка жокеев безупречна. Желаем им удачи и попутного ветра. Состав сборной команды Улутау Кокжалдары в этом году обновился полностью. От старого состава остался только один представитель. Прежние жокеи дали дорогу молодому поколению. Лучшими в забегах, в отборочных турах признаны и совершенно новые скакуны. В этом году провели хороший отбор. Будем бороться с новыми силами. Конечно, противостояние будет сложным. Но в нашей команде все лошади сильные, с хорошим потенциалом. Поэтому надеемся только на победу. Готовились к марафону с большой ответственностью. Наблюдали за здоровьем лошадей и их возможностями, выносливостью. Самое главное есть взаимодействие и понимание между скакунами и жокеями. Такая гармония, я уверен, непременно приведет их к лучшим результатам. Длительность марафона 14 дней. В нем примут участие 20 команд со всех уголков страны. 100 жокеев и 200 скакунов. Продолжительность забега 1300 километров. Маршрут пройдет через 6 областей, 12 районов и 50 населенных пунктов. Стартует он из столицы и пройдя через исторические места Саганах, Сауран завершится в Туркестане. Гульнар Жантасов, Ильдос Какенов, Нурбул Уздыкпаев, Хабар 24, область Улутау. И завершим выпуск прекрасной новостью. С начала года в стране появились на свет почти 190 тысяч новорожденных. Из них 98 тысяч мальчики, 91 тысяча девочки. Высокая рождаемость зарегистрирована в городе Шымкент, Мангостаусской и Туркестанской областях. Кроме того, у больше 2000 казахстанских семей родились двойни, а у 25 тройни. К слову, один из последних случаев рождения тройни был в прошлом месяце в столице. Сегодня маму с детьми выписали домой после 20 дней наблюдения врачей. Это моя четвертая беременность. Не ожидала, что стану мамой тройняшек. Сейчас у меня шестеро детей. Рада, что у нас большая семья, тем более в стране уделяется большое внимание детям, их развитию и образованию. Увеличивает размер социальных пособий, а также длительность отпуска по уходу за ребенком. А уже до конца года население страны достигнет 20 миллионов человек. Ежегодно в Казахстане рождается больше 400 тысяч детей. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok